Самые современные самолеты в мире сегодня заступили на боевое дежурство в Белоруссии. Су-30СМ – многоцелевой истребитель четвертого поколения. На сегодняшний день самолет считается одним из лучших в мире. Эта машина практически не уступает американскому «Раптору» и истребителю F-22. Он может нести различное вооружение, боевая нагрузка до 8 тонн. Истребитель способен действовать днем и ночью в любых погодных условиях. Может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказания другим самолетам. Контракт на поставку 12 истребителей был заключен между Белоруссией и Россией в июне 2017-го. Окончательные договоренности достигнуты уже на выставке военной техники «Меликс» в прошлом году. Боевой потенциал ВВС и ПВО белорусской армии сегодня – это и новейшая авиационная техника, и зенитно-ракетные комплексы, и радиолокационные станции, созданные в том числе нашим ВПК. Заступая на дежурство, летчики 61-й авиабазы в Барановичах сегодня продемонстрировали журналистам свое мастерство. Владимир Королев о полетах, боевом дежурстве и новом самолете. Самые современные многоцелевые истребители в мире Су-30СМ прибыли в Беларусь в ноябре прошлого года. В Минобороны отметили, что с появлением этих самолетов серьезно вырос боевой потенциал вооруженных сил нашей страны. Новое звено тяжелых истребителей сегодня впервые показали журналистам. Провожал на первое боевое дежурство Су-30 не только личный состав 61-й авиабазы в Барановичах, но и министр обороны Виктор Хренин подчеркнул. За штурвалами железных птиц летчики, окончившие белорусские вузы, молодое поколение в кратчайшие сроки осваивает сложный тип авиационной техники. С каждым годом возможности современной техники тоже возрастают, поэтому было принято решение именно в пользу покупки и приобретения в нашей стране современных самолетов Су-30СМ и постановки их на боевое дежурство. Боевое дежурство – это высшая форма поддержания боеготовности. Фактически, это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также защитой ее госинтересов. Силы, несущие боевое дежурство – первый эшелон, который в случае нападения противника может в любую минуту вступить в бой. Многофункциональный самолет, который позволяет выполнять задачи и по воздушным целям, и по наземным целям. Плюс еще это уникальный самолет по своим характеристикам в плане пилотирования. Самолет позволяет выполнять фигуры пилотажа в маленьком радиусе, на маленьких скоростях и не уходя далеко. Тем самым это обеспечивает победу в воздушном бою. Самолет принципиально нового поколения отличается от предыдущего в управлении. Самолет прекрасный, переучиваться на него достаточно просто. Но, тем не менее, оборудование и системы в самолете сложные, поэтому особый упор нужно делать на теоретическую подготовку. В годы создания Су-30 посол России в Беларуси был губернатором Иркутской области. Дмитрий Мезенцев, признается, регулярно следил за детищем компании «Иркут». Это особое чувство, когда ты в один из дней приезжаешь, и машина только на стапеле. И буквально через считанные недели ты видишь эту же машину, которая уже обретает образ боевого самолета. Они не так далеко улетели от российской границы, которой с учетом союзного договора фактически у нас и нет. С тем, чтобы бронять единое пространство союзного государства и поддерживать ту очень многоцелевую комплексную систему противовоздушной обороны, которая единая для России и Беларуси. И, конечно, это тоже факт поддержки системы отношений в рамках договора коллективной безопасности. При собственном весе почти в 19 тонн каждый Су-30 способен поднять в небо до 8 тонн боевой нагрузки. Это управляемые, неуправляемые и корректируемые авиабомбы. Максимальная скорость железной птицы 2350 км в час. За три с половиной часа полета самолет способен преодолеть расстояние до 3000 км, поднявшись на высоту свыше 17. Согласно контракту, в Беларусь должны быть поставлены 12 таких боевых машин. Буквально сейчас идет поставка новой трассовой радиоакционной системы СОПКО-2М. В прошлом месяце мы приняли на вооружение уже хорошо себя зарекомендовавши радиоакционную систему противник. Владимир Королев и Александр Берецкий. Агентство теленовостей.